Добрейшее утро, дорогие мои друзья. Куда полезу? Просыпаемся. Нас ждут поляки дела. Но перед тем, как заняться ими, стаканчик воды в обязательном порядке. Даже если вы не пьёте ничего, никакие неприбиотики, ничего вообще, стакан воды с утра, это то, что нужно, чтобы запустить все процессы. Бульгерия уже запустила процесс наяривания по квартире. Боже, какая она милая, это вообще, она меня с утра там радует, моя красавица ненаглядная. Я пью три буротикатори Флейм. Вы знаете, каждый день показываю, каждый день всё равно переспрашивают. Ваше здоровье. Бульбериносый, это чё? Бульбериносый я? Господи, глаза-то вылюпили, такое сладкое вообще. Дерёт, дед, диван хотелось, какая-то, ну, её вот эту подстилку берёт. Прелесть ты моя, шестяная. Люблю её до ужаса. Чё ты не запускаешься? Закваска-то у меня, посмотрите, с какими дырками. У нас сегодня с утра зашла я в чат в родительский, школьный. Я совершенно обалдела, сколько я там всего пропустила. На выпускной день там собирают по шесть тысяч рублей. Три тысячи, по-моему, если я не ошибаюсь. Я, честно говоря, не в них. Слишком много информации, мой мозг такой не переваривает. Сумбурно, много, непонятно. Ну, все там пишут, какой-то устроен. Короче, шесть тысяч – это на выпускной класс. Три тысячи – это на организационные вопросы, на официальную часть, на подарок школе, ещё на что-то. И три тысячи – это на ресторан, диджея, стриптизёрш и всё прочее. Вот. Ну, и как вы думаете, что? Что там обсуждали, когда я это увидела? Когда я уже залезла и читала? Ну, конечно, сказали, что охренеть, сколько много денег. А давайте в парке снимем домик или пикник, и все вот пойдут на пикник, это стоит 700 рублей, и хватит. Вы знаете, вот у меня ребёнок, он пойдёт в 10-11 класс. Я 9 класс вообще не считаю выпускным, потому что у меня он будет продолжать учиться ещё 2 года. Но при этом, при всём, я считаю, что выпускной – это выпускной. Ну, как будто другие же дети уходят, но всё равно. И помимо того, что это просто выпускной, у детей должен быть праздник. Это моё мнение. У детей должен быть праздник. Они столько сейчас отпахали 9 лет, плюс ко всему этому, дети сдадут экзамены, и только в июне будет этот выпускной. Вы представляете, какой для них это стресс? Да, конечно, представляете. Вот они 9 лет, учились, потом экзамены, всё, стресс, волнение, переживания. Неужели ребёнок не заслужил пойти в ресторан, тем более они сами хотят караоке, и в этом ресторане есть караоке, покушать, отдохнуть, повеселиться со своими сверстниками? Я считаю, заслужили. Вот лично моё мнение. Я увидела эту сумму. Ну, блин, ну такие реалии сейчас. Да, 6 тысяч рублей, 3 тысячи на организационные вопросы, на подарки, на прочих херня, на букеты, на цветов и всё такое. Это вообще немного, учитывая наши цены сейчас на данный момент, это реально немного, потому что один букет стоит 3 тысячи. В общем, я ничего не писала. Не хочу даже вопникать. Там начали предлагать, эти из родительского комитета говорят, конкретные предложения с суммами, с ценами. Если в парк, то кто будет туда доставлять детей, сколько это стоит, кто будет жарить шашлык и прочее, прочее, прочее. В общем, быстренько расспросили, родители поняли, что никто этим заниматься не будет, начали сдавать деньги. Почему я не сдала? Потому что у меня сын своеобразный такой парень. Он может сказать, я не пойду. Вот реально он может сказать, я не пойду. Жду, пока он проснётся. Сегодня он в школу не пошёл. Завтра последний день. Вот он проснётся. А я вам спрошу, он падёт или не падёт. А, ещё есть приятность. Блин. В общем, это караоке. Если хочет пойти родитель, то он может доплатить 1800 рублей и пойти тоже на мероприятие на это. Я как бы очень звучу в караоке. Деньги против танцев. Я их там всем буду расшевеливать. 1800 рублей смешные деньги. Дело не в деньгах. Захочет ли сын, чтобы я пошла, если он вам пойдёт? Он у меня такой. и он скажет, мам, мам, ты чё? Не ходи. Певец скажет. А я бы пошла, понимаете? Пошла бы. Технула бы там своей стариной песочной. И самое главное. Я думала, где всё это происходит? Тут недалеко от нас, оказывается, есть этот ресторан, коробки, всё. И я подумала ещё, знаете, о чём? А почему бы не сходить туда на разведку, на какой-нибудь вечерок не поесть, не попить и не попеть? Тем более, я хочу в караоке. Вот. Я, наверное, предложу эту. Предложу эту. Ну, не в классе, естественно. Дома. Дома это предложу. Скажем, давай-ка сходим, проверим. А чё нет-то? Подолжны ради детского блага стараться. А, и самое главное, этот зал будет на этот день закрыт с 10 утра до 3 часов ночи. До 3 часов ночи. И там будет только наш класс. я уже вижу себя пляшущий и поющий. Я, блин, хочу на выпускной больше, чем пляшущий. Я хочу на выпускной. Вообще-то это нормально, когда родители ходят на выпускной, да? Ведь кто-то же должен присматривать за молодым поколением. Правильно я говорю? Пусть не все родители идут. А я бы сходила вспомнила молодость. Шибанутая мать, да? И самое главное, мне неинтересно, что там будут делать дети. Мне интересно, что там буду делать я. И мне, кстати, для того, чтобы это делать, это я подразумеваю, петь, нанцевать и веселиться, даже не нужен алкоголь. Достаточно микрофона и какую-нибудь песню. Все для тебя, рассветы и туманы, для тебя, Мария Акина. Для тебя. Представляете, как я там разомнул свои косточки? Если сын не захочет на выпускной, я могу, в принципе, вместе на него сходить. Меня так сильно не это. Я не выделяюсь стопы. Правда. Вот я даже, я уже все там, понимаете. Я хотела сейчас сказать, я сделаю фотографию, вы посмотрите. Я с одноклассницами Светлана выгляжу практически ровесницей. Не, ну, конечно, у меня есть морщинки там и все прочее. Наверное, могу заштукатуриться так, чтобы тебя не отличишь, понимаете. Платье надену, ну, киноконечко надену. И пошла. Пусть постоит. Или, ладно, сейчас сразу замешаю. А, у меня же мука там по-нули. в одиннадцатом классе, как не оторвусь. Там только любом выпускной должен быть, чтобы дети пошли. И мать тоже должна быть. Блин, пакет этот дом, и я, в одиннадцатом классе. Там я вообще не буду выделяться из толпы. Вообще буду как своя, понимаете. Никто даже не сможет понять, что это матч. Я так постараюсь. Я к тому, что всем будет комфортно. Никто не будет стесняться плясать, танцевать, плясать, танцевать, петь. Бургеря, ты чего, обалдела? Слышишь, бургерю, сладко носим, 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 глазим. Конечно, школы это заплаты такие, я офигеваю. Я понимаю тех родителей, которые пишут, говорят, мол, сейчас мы на экзамены, подготовки к экзаменам репетитора, мы тоже платим за репетитора, за все это. Подготовка к экзаменам. Дети, те, которые уходят, у них там всякие колледжи, поступления, затраты, ну, все это понятно. Те, которые остаются подготовкой к 10-му, 11-му классу, это все, да. Это, конечно, типа, подарки школе, подарки там всем учителям, подарки ту, подарки сё. Я, вспоминая своих учителей, вчера буквально вспоминала, далеко не всем я бы подарила подарки. Я вам тоже больше скажу, я бы вообще бы не всем бы, вообще бы не всем подарила подарки. А в этой школе, которая вот у нас, где Святослав учится, я бы у него спросила, именно у сына спросила, кому здесь дарить подарки. И вот, кого бы мне мой сын назвал, вот тому бы я, возможно, бы хотела это сделать. А так, лишь бы, знаете, кому-нибудь близнуть зад получше, это, я считаю, болит силы кобылы. Потому что, я тоже училась в школе, и я тоже знаю, какие есть учителя. И у меня, когда я выпускалась с 11-го класса, у меня было желание дарить подарки далеко не всем учителям. Просто далеко не всем. Два-три учителя было, и все. Которых я любила. А у нас классухи, кстати, собирали на подарок, на золотые серьги. Это вот этой сумасшедшей шагурной обществе. Чего? Она, значит, нас всех гнобила. Кого-то она гнобила с 5-го по 11-й класс, потому что мы-то в тот класс влились, те, кто остались. А те, кто пришли с 9-го по 11-й, она нас два года всех гнобила, припадочная истеричка. За что ей подарок? За что? За то, что она детей ненавидит? За то, что она постоянно была себя как пришибленная? Что она многим детям какие-то комплексы привила неполноценности из-за того, что она всех ну как за дебилов держала? За это подарки дарят? Офигенно, тогда и мне должны дарить, да? Все же говорят, что я хамка, тогда надо меня завалить подарками. Вообще бред. За что подарки дарить? За что? Я понимаю, когда есть учителя, которые вкладывают душу у ребенка, которые там стараются, учат и все прочее. Я понимаю, этим учителям дарить подарки, да, но это сугубо личное желание каждого родителя или каждого ученика. Но не так, что, знаете, мы обязаны подарить всем учителям всей школы подарки, потому что мы девятый класс заканчиваем, а кто-то не заканчивает, кто-то идет десятый одиннадцатый. В общем, ладно, вот я за праздник для детей, но я против того, что кому-то нужно дарить какие-то подарки. С какого хера? А в Бульгарии орел? Все, друзья мои, пошла приводить себя в порядок.